Дорожное радио представляет Вместе за безопасность Программа для водителей, пешеходов и пассажиров Дорожное радио вместе в пути Меня зовут Никита Леонов Доброе утро Сегодня у нас в гостях Гость нашей программы Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Полковник полиции Сергей Хранскевич Доброе утро Доброе утро Нам предстоит этим утром рассказать и раскрыть очень важную тему Которая касается, ну, наверное, каждого из нас Касается наших детей и их безопасности Итак, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Вот так звучит наша тема У нас также в студии находится Дарья Долинская Корреспондент Дорожного радио Отвечает за все коммуникации Давайте ее послушаем сейчас Для начала хочу рассказать вопрос Который могут обсудить наши слушатели Он звучит так Как вы считаете, с какого возраста нужно начинать обучение детей Правилам дорожного движения? Вариант первый Семьи? С детского сада? С начальной школы? Или в старших классах? Можно обсудить эту тему в WhatsApp Наш номер 8909-907-1544 Также обсуждать тему программы Можно в официальных группах Дорожного радио Во Вконтакте и Фейсбуке И задавайте нам свои вопросы По номеру 8495-620-3770 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма Вот сейчас, наверное, какой комплекс мер? Для начала хотелось бы узнать И вот какая динамика сейчас наблюдается? Ну, скажем, что на сегодняшний день У нас уже зарегистрировано Более 373 детей Которые погибли на дорогах И при этом Порядка 13,5 тысяч детей Получили травмы Различной степени тяжести Это и пешеходы И дети-водители И дети-пассажиры Конечно, безусловно Госавтоинспекция и другие органы Исполнительной власти Принимают различные меры Направлены И на повышение безопасности Дорожного движения Так, в сентябре месяце Мы проводили Мероприятие Недели безопасности В рамках которой Детям еще раз Непосредственно объясняли Почему необходимо соблюдать Правила дорожного движения На что необходимо обращать внимание При этом Выставляются дополнительные экипажи Госавтоинспекции на дорогах Чтобы могли также Проконтролировать Как дети безопасно Переходят проезжую часть Близеобразовательных организаций Как родители доставляют Детей в школы В детские сады В другие учреждения образования Ну и безусловно Конечно, сейчас у нас Реализуется В стране национальный проект Один из национальных проектов Это у нас Национальный проект Безопасной и качественной Автомобильной дороги В рамках которого У нас реализуется Федеральный проект Безопасность дорожного движения И этим проектом Предусмотрены мероприятия Направленные на Обучение детей Навыкам безопасного поведения На дорогах Где мы Детям Пытаемся В различных мероприятиях И в школах Через средства Массовой информации Довести Как нужно себя вести На дороге А вот скажите Вот если сотрудник Госавтоинспекции Видит, например, что Ребенок неправильно Переходит Дорогу Когда идет в школу Что он сделает? Он как-то Ну прочитает лекцию Я не знаю Ну во-первых Естественно Когда ребенок Перешел дорогу Сотрудник Госавтоинспекции Привлечет его внимание И объяснит О том, что Почему нельзя нарушать Правила дорожного движения Объяснит Как надо все-таки Было перейти дорогу Почему нельзя Отвлекаться То есть это будет Такой разговор Совершенно верно Профилактическая беседа Потому что Если ребенок Не достиг возраста Административной ответственности То, естественно Привлечь его нельзя Это 16 лет, да? Совершенно верно Но при этом Сотрудник Госавтоинспекции Иногда у нас Проводим Совместные мероприятия С представителями Органов образования С родительской Общественностью И тогда Мы уже доводим Информацию до Руководства Образовательной организации Чтобы можно было Ее озвучить На, скажем так Родительском собрании А вот, кстати Могли бы вы сейчас Дать совет родителям Вот когда уже стоит Начинать готовить Ребенка Ну, к тому Что он будет Переходить дорогу Вот с какого возраста И с чего нужно Начинать, собственно Ну, я считаю Что нужно начинать Вообще Как только ребенок Родился Ему уже надо Прививать Безопасную культуру Поведения в транспортной Среде Я в первую очередь Я говорю о том Что ребенка Необходимо перевозить В детском удерживающем Устройстве Я на своем опыте Тоже Ребенка постоянно Перевожу Что старшего сына Что младшую дочку Всегда перевозил В детском удерживающем Устройстве И поэтому Ребенок уже привыкает И нет у него Отторжения о том Что я не хочу Пристегиваться Когда мы говорим О том, что Видишь, мама пристегнут Папа пристегнут Старший брат пристегнут Дочке В декабре Будет уже Четыре года Она уже Тоже видит И пытается нам Подражать Взрослым Не может понять Что может быть по-другому Совершенно верно Она просто Приучена Что надо Обязательно Пристегиваться Что же касается Поведения уже На дороге Когда ребенок Является пешеходом Мы, безусловно Должны уже Объяснять Акцентировать ребенка На различные мелочи То есть Подходя к пешеходному переходу Мы обращаем Не только о том Что надо посмотреть Налево Направо И опять налево Мы обращаем Внимание ребенка О том, что Если стоит Припаркованная машина Что надо Убедиться Что другая машина Остановилась При этом Обращаем внимание На сигнал светофора И когда Очень приятно Ребенок Говорит о том Что Ему спрашиваешь Какой сигнал светофора Горит Красный Она говорит Идти нельзя И думаешь Молодец Да, знает Это еще Почерпну Что ребенку Еще не 4 лет И вот Обращение на эти мелочи Казалось ему Мы прививаем Вот эту культуру Безопасности На дорогах С раннего детства Безусловно Более старшим детям Своему старшему сыну Я говорю о том Что Как правильно И безопасно Ездить на велосипеде Где ему можно ездить Потому что Согласно правилам Дорожного движения По дорогам Общего пользования Могут передвигаться Дети только старше 14 лет Все другие дети Должны быть Либо в парковой зоне Либо в специально Отведенных местах Ездить на велосипеде Либо на детских площадках И шлем Там надевать Обязательно Совершенно верно То, что вы правильно Заметили Средства защиты Это безусловно И шлем И на локотнике И на коленнике Это и при управлении Самокатами При движении На роликах Но опять же Подчеркну В тех местах Где это разрешено И ни в коем случае Как мы можем наблюдать Что дети у нас Ездят по дорогам На электросамокатах С бешеной скоростью Но родители Должны задуматься И еще раз Объяснить своим детям Что это Очень и очень опасно Кстати, какие штрафы И кому штрафы Будут прилетать Родителям Или тем, кто ездит На самокатах С бешеной скоростью По дорогам Как вы сказали И вообще Есть ли штрафы Какие-то предусмотрены У нас За это штрафы Не предусмотрены У нас Человек Который управляет Самокатом Что относительно Тем более детям Это все равно Является пешеход А, понятно Да, поэтому Здесь можно Наверное Привлечь родителей Родителей Да За То есть Не соблюдение Там Обучением его У нас есть Предусмотрена Статья В кодексе Административного Про нарушения Это неуполнение Родительских прав Да И когда Родители документы Выносим на Рассмотрение Комиссия Что же говорить В отношении ребенка Конечно Это все-таки Профилактическая беседа Но не хотелось бы Чтобы Эта профилактическая беседа Прошла В больнице Поэтому мы Лишний раз Напоминаем Родителям О том Что В первую очередь Они должны Обезопасить своего ребенка И объяснить ему Почему нельзя на дорогу Или Если ребенок Где-то катается На велосипеде На самокатах На роликах Что надо использовать Средства защиты Хорошо Родители Объясняют Там красный свет Проезда нет Желтый свет Готов к пути А зеленый свет Койти Объяснили Все нормально В школе Вот тоже Должны Какие-то Базовые знания Давать Сейчас Насколько я знаю Нет предмета Который обучает Правилам дорожного движения Есть ОБЖ Но это другая история Абсолютно Кстати ОБЖ Я слышал Проводили соцопрос И ОБЖ Самый ненужный предмет Так сказали родители Вот как вы к этому относитесь Ну мы со своей стороны Как госавтоинспекция Неоднократно предлагали И министерство образования Еще ранее Сейчас министерство Просвещения Российской Федерации Внести изменения Федеральные государственные Образовательные стандарты Было соответствующее Поручение президента О необходимости Внесения изменений Вот в эти стандарты Начального и среднего Общего образования Но это в рамках ОБЖ Или все-таки Вы отдельный предмет хотите Это мы не хотим Отдельный предмет Мы хотим Скажем так Интегрировать В другие предметы Мы понимаем Что на сегодняшний день Дети слишком перегружены Это точно И наверное Делать отдельный предмет Ну родителям и так Тяжело С детьми учить Каждый день Уроки Вот В том числе И правила дорожного движения Но Мы сами прекрасно понимаем Что каждый день Мы являемся Участниками дорожного движения Каждый день Мы выходим на дорогу И делимся Либо пассажирами Либо водителями Либо пешеходами Поэтому Может быть и актуально Было бы Отдельный предмет Но Безусловно Сейчас прорабатываются У нас Совместно с Минпросвещением Изменения В образовательные программы Это и окружающий мир И В ОБЖ В ряде регионов Предусмотрена Дополнительная Внеурочная деятельность Где детям Дополнительно Объясняется Правила дорожного движения То есть Предусматриваются Программы Обучения Создаются И Как Внеурочной деятельности Дети изучают В некоторых регионах Даже продвинулись И проводят тестирование Детей Знают ли они Правила дорожного движения Или нет А кто проводят тестирование Сотрудник Госавтоинспекции Педагоги Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Вместе с безопасность Я напомню Что у нас сегодня Также Дарья Долинская В студии И мы проводим Соцопрос Сейчас В соцсетях Пожалуйста Да Вопрос звучит так Как вы считаете С какого возраста Нужно начинать Обучение детей Правилам дорожного движения Варианты С семьи С детского сада С начальной школы Или в старших классах Обсудить этот опрос Можете в ватсапе Наш номер 8 909 907 15 44 Обсудить тему программы Можно в официальных группах Дорожного радио Во Вконтакте И в фейсбуке А также можете Дозвониться к нам в студию И задать вопрос Нашему эксперту По телефону 8 4 95 620 37 70 Понятно, что Вот для многих детей Дорога до школы Начинается сейчас С автомобиля И многие родители думают Что если там есть кресло То все Все нормально Но только ли кресло Еще должны быть Какие-то правила Наверное, сейчас Мы о них поговорим Родителям необходимо Безусловно Соблюдать все Правила дорожного движения Мы так называем Иногда Такое понятие Детский режим То есть Если Водитель Переводит детей То необходимо Задуматься о том Что если он видит Знак 60 Вот в прошлом году Мы проводили Одноименную кампанию Называлось однозначно О том, что Если знак предусмотрен 60 40 90 80 То водитель должен Ехать с той скоростью Которая Предусмотрена на знаке То есть ограничивать Но мы же знаем Все плюс 20 Вот это вот правило Которое действует Внутри каждого автомобилиста Наверное К сожалению Это очень плохо Что мы себе В голову Вбили вот этот 20 км в час Нештрафуемый порог Но Вы понимаете Что все дорожные знаки Устанавливаются С учетом Всех особенностей Дороги И поэтому Если Возможно На данном участке Пути Установить Скорость В большем Ну Больше Я имею ввиду Скоростной режим То естественно Его установят Но раз там Предусмотрено Почему в городе Предусмотрено 60 км в час Потому что Понятно Что если Выбежит пешеход Или происходит Какая-то Ситуация То человек Имеет возможность На автомобиле Остановиться Но Говоря Возвращаясь К перевозке Все-таки детей Да Мы говорим Что не только Должны соблюдать Скорость Конечно Не надо отвлекаться На гаджеты Не надо отвлекаться На посторонние разговоры Не надо успеть Проскочить На желтый Мигающий Вот если желтый Мигающий Это уже красный Совершенно верно Лучше Лишний раз Перестраховаться Заложить На дорогу 5-10 минут Дополнительных Чем спешить Куда-то Опаздывать И говорить о том Что вот я тороплюсь Вот мне надо У нас большинство Ответов Когда сотрудник Останавливается Спрашивает Почему вы превысили скорость Я торопился Или почему вы Ребенка переводите Без детского Держащего устройства А что тут доехать-то 100 метров Ничего страшного Он бескресно может И вот эти отговорки Наши с вами Родителей Они приводят К печальным последствиям Поэтому необходимо Я говорю И соблюдать И скорость И все правила Дорожного движения Которые у нас Предусмотрены Российским законодательством Ну и как вы верно заметили Нужно подавать пример То есть если родители Пристегиваются Скорее всего И ребенок тоже будет Пристегиваться Совершенно верно Я хочу с вами поговорить Еще по поводу Юных инспекторов Дорожного движения Была я помню Песня такая Мы юные инспекторы Инспекторы ГАИ Она звучала Я не помню В какой телепередаче Но вот сейчас Тоже есть юные инспекторы Кто это такие Что это за организация Расскажите подробнее Ну у нас В соответствии С постановлением СССР еще 6 марта 1973 года Было Постановление Об отрядах Юных инспекторов движения С тех пор Уже прошло 47 лет Что удивительно Это организация Несмотря что у нас была Пионерская организация Различные другие организации Они развалились Ну да Но юные инспекторы Дорожного движения Продолжают И до сих пор Нам помогать В профилактической работе То есть они Рассказывают своим сверстникам О правилах Дорожного движения Они изучают Более подробно ПДД Они проводят Различные занятия Для детей Младших Там И дошкольников И младших Классов Кроме этого Участвуют в рейдах Совместно с сотрудниками Госавтоинспекции У нас проводятся Различные Всероссийские соревнования Для них Это Безопасное колесо Это самое Главное Наверное Событие Юидовца К сожалению В этом году Из-за сложившейся Ситуации У нас было Оно отменено Мы надеемся Что в следующем году Безопасное колесо Всероссийский конкурс Для ЮИД У нас пройдет ЮИД Юный инспектор Юный инспектор движения Кроме того В этом году Мы планируем Провести Всероссийский форум Второй В прошлом году Мы проводили его В рамках реализации Федерального проекта Безопасность Дорожного движения В этом году Мы также планируем Его провести в Москве В ноябре месяце Мы приглашаем Детей со всей России Лучших юидовцев И для них проводим Определенные мастер-классы Определенные занятия С ними Проводим Для них форум То есть они могут Обменяться мнениями И сказать Что на сегодняшний день Не хватает В чем нужна помощь Юидовцам Разрабатываем для них Форменную одежду Различную атрибутику Различные учебные программы И вот эти дети Которые приезжают Которые Загорелись Участием в нашем движении Они уже непосредственно Приезжают в регионы И также своих Скажем так Одноклассников Пап Бабушек Мам Дедушек Вовлекают В этот процесс Безопасного участия В дорожном движении Рассказывают им Почему надо соблюдать Как надо соблюдать И мы надеемся Что через этих детей Мы как раз И дополнительно Привем культуру Всем нашим Участникам Дорожного движения И ближайшее будущее На дорогах Будет намного безопаснее А скажите Кто может вступить В эту организацию Абсолютно каждый Совершенно верно У нас предусмотрена Концепция развития ЮИДовского движения Что в ЮИД Может вступить Ребенок От 7 до 16 лет Вместе За безопасность Дорожное радио Вместе в пути У микрофона По-прежнему Никита Леонов Мы продолжаем наш разговор С заместителем Начальника отдела Пропаганды Безопасности Дорожного движения Главного управления По обеспечению Безопасности Дорожного движения МВД России Полковником полиции Сергеем Хранскевичем Мы этим субботним утром Проводили опрос В соцсетях У нас Дарья Долинская В студии Это корреспондент Дорожного радио Давайте послушаем Дашу Отвечаю за результаты опроса Напомню, что вопрос Звучал так Как вы считаете С какого возраста Нужно начинать обучение детей Правилам дорожного движения Так вот Самый популярный ответ С детского сада На втором месте С семьи На третьем месте С начальной школы И меньше всех Набрал голосов Вариант В старших классах Вы согласны с тем Что с детского сада Или все-таки с семьи Хотя мне кажется Это в принципе одно и то же Так по сути Ну в принципе Наверное одно и то же Возраст детского сада Это ребенок Когда уже начинает Что-то осознавать И получать первые знания Да И как и в детском саду Так и в семейной обстановке И когда родители Приучают ребенка Отводя его в детский сад Обращая внимание На том Что как дорогу переходить Да Что вот такой-то знак Определенный Пешеходный переход Что вот это светофор Тогда ребенок Он Опять же Вот я говорю Семья И детский сад Оно пересекается И ребенку Закладываются первые знания Поэтому я считаю Что действительно С детского сада Безусловно Необходимо Начинать изучение С ребенком Основ Безопасного поведения На дороге А есть какая-то Литература Вот специальная Чтобы родители Могли вот по ней Как-то изучать И заодно Знакомить детей У нас существуют Различные методические Разработки И различные Скажем так Раскраски Есть различные книжки Вот у меня У дочки Тоже вот Любимая книжка Связана Про правила Дарвого движения Хотя Несмотря на то Что я Я являюсь сотрудником Госавтоинспекции И Как говорится Сапожник без сапог Больше все-таки Уделяешь другим детям Воспитанию других Но тем не менее Вот у ней Почему-то Вот это тоже Любимая книжка Может из-за того Что она меня Меньше видит Поэтому тоже вспоминает Но кроме этого У нас есть Различные порталы Опять же Тот же сайт Юит Россия Существует Информационный портал Город дорог Дорога безопасности Сакла Вот такие сайты Где Большое количество Не только Литературы Методические пособия Но есть Мультфильмы Есть фильмы Дети все воспринимают Через игру Через мультики Как раз Совершенно верно Вот мы На протяжении трех лет Снимали сериал Который выходил И на телеканале Карусель Называется Семья Светофоровых Где тоже Различные персонажи Обыгрывали ситуации Связанные с безопасностью Дорога движения И сериал имел Огромный успех Я могу сказать Что моя дочка Которая сейчас Восемь лет Она с удовольствием Смотрела Вот видите Значит Это сериал Все-таки Да был сделан У нас есть Телефонные звонки За них отвечает Дарья Долинская Да Напомню Для начала Наш номер 8495-620-3770 И есть Первый звонок Пожалуйста Доброе утро Доброе утро Меня зовут Елена Сыну моему Уже 10 лет Так вот Он стесняется Ездить в кресле До школы Ума не приложу Как ему объяснить Что это залог безопасности Как быть с мальчиком 10 лет Ну 10 лет Конечно Возраст уже большой И Согласно Правилам Дорога движения Дети на задних сиденьях Должны Перевозиться С использованием Детских удерживающих Устройств Это с 7 до 12 лет Либо с использованием Ремней безопасности Ну Опять же Говорю Что многие родители Начинают Вот это правило Использовать под себя О том что не хотят Покупать Детские удерживающие Устройства Говорят А ребенка Пристегну Ремнем безопасности Но тут все зависит От ребенка От его возрастных Качеств Это я имею ввиду В первую очередь Роста Если он у вас маленький И Скажем так Лучше использовать Детские удерживающие Устройства Как объяснить Объясните своим Наглядным примером Объясните ему Показать Может быть Некоторые ролики Безусловно Которые не содержат Страшных эпизодов Какие травмы Могут ребенку Причинить Что отсутствует Просто что он С кресла упал Или что-то еще И Поверьте Наглядный пример Ваш Именно Как родителя Это в первую очередь И Сможете объяснить Тут есть другая составляющая Что дети иногда устают Ехать в детском кресле Или мы говорим Вот я уже сегодня Приводил пример о том Что ребенка Когда до школы довозят И Как вот сейчас Слушательница нам говорит Ну что стыдно ему Ничего в этом стыдного нет Если он достиг Определенного Роста Можно использовать бустер Который Извините Уже в машине Очевидным взглядом Не видно То есть Да Он приподнимается Чуть выше Ремень проходит Через грудную клетку Тем самым Обеспечивая его безопасность Поэтому Не надо ничего тут Стесняться Это наоборот Надо говорить о том Что вот ты пристегнулся Ты крутой И тогда ребенок скажет Да Я Бэтмен Меня надо пристегнуть И полетели Мама 8495-620-3770 Телефон нашей студии И есть еще звонок Доброе утро Доброе утро Меня зовут Кирилл Расскажите пожалуйста Как обстоят дела С подростками на скутерах Я видел на днях Как мальчишка Лет 14-15 Заехал на детскую площадку Практически заехал На спортивном мотоцикле И какие меры Могут предпринять Рядовые граждане Да К сожалению Такая проблема У нас существует Но Она Скажем так С каждым годом Все утихает Особенно когда были У нас приняты Соответствующие Изменения В правилах дорожного движения Где Необходимо При управлении Скутером Минить водительское удостоверение Но Безусловно Ряд водителей Не Воспринимают Это как опасность И Когда происходит Происшествие С ребенком Когда он Погибает на дороге Тогда они вспоминают О том Что вот Зачем мы ему купили Этот скутер Зачем мы купили Ему мотоцикл Это Безусловно Проблема И Ее должны решать Не только сотрудники Госавтоинспекции Ее должны и сами Родители Объяснять ребенку Почему надо все-таки Пройти обучение На знании Правил дорожного движения Потому что Ребенок Не всегда может Сориентироваться Не всегда может Определить Что ему Сделать В экстренной ситуации Тут должен быть Скажем так Определенный опыт Управления Куда Обращаться Ну обращаться Если вы видите Такие факты Конечно Необходимо позвонить На телефон 02 И сотрудники Госавтоинспекции Выйдут Конечно Постараются Пресечь Это правонарушение Но Лучше Если вы видите Или вы знаете О том что Соседский ребенок Там управляет Мотоциклом Лишний раз Скажите родителям Родители тоже Я понимаю Что могут работать И даже не знаю Давая на карманные расходы Ребенок Может купить себе В том числе и автомобиль У нас и такие факты были Когда дети В складчину Скидывались Покупали машину И в 14 лет Управляли машиной Не имея никаких прав Ничего Управление С определенного возраста Если вы достигли Этого возраста Пройдите обучение В автошколах Там На мотоцикл Или на автомобиль И после этого Управляйте В других случаях Никаких у нас Не предусмотрено Управление Автомобилем Мотоциклом Скутером Беззывательское Достоверение Нельзя Знаете Главный вывод Который мне сегодня Хочется сделать После нашей программы Что все От семьи Вот Главный пример Родители должны Подавать детям Совершенно верно Заместитель начальника отдела пропаганды Безопасности дорожного движения Главного управления По обеспечению безопасности Дорожного движения МВД России Полковник полиции Сергей Хранскевич Сегодня нас в гостях Спасибо вам большое За интересную беседу Спасибо Всем удачи на дорогах Хочу сказать Что на дорожном радио Программа Вместе за безопасность Выходит по субботам В 9.40 И по воскресеньям Также в 9.40 утра Спасибо Дорожное радио Представляет Вместе За безопасность Программа Для водителей Пешеходов И пассажиров Программа Программа